Ровно пять минут, согласно регламенту, дается на выступление каждому кандидату. Первым к трибуне вышел глава региона Александр Богомаз. Он говорил о предстоящем строительстве Первомайского моста, путепровода на станции Брянск-1, ремонте десятков километров автомобильных дорог и дворовых территорий. Но при этом самым важным, по его мнению, остается борьба с коррупцией. Этим мы начали заниматься, как только я стал исполнять обязанности. На сегодня у нас более 50% главных районов мы заменили, более 62 администрации. На 80% сегодня обновлен наш руководящий состав нашего брянского правительства. На встрече с жителями Фокинского района 8 кандидатов из 17 представили свои программы. Председатель регионального отделения, воспитатель России Светлана Бледнова предложила программу по улучшению ситуации с очередями в детские сады. По ее мнению, необходимо возложить ответственность на застройщиков по строительству и садов, и школ. У нас сейчас станет проблема, и она уже есть. Обучение детей в начальной школе, это перенаполняемость начальной школы, занятие две смены, и заканчивается федеральная программа в 2015 году, начинается в 2016 году. Нам необходимо по строительству и лечению количества классов, комплектов, имея для детей в школе, нам необходимо предусмотреть региональные и муниципальные средства для того, чтобы войти в федеральную программу. После выступлений кандидаты ответили на вопросы избирателей. Проспект Московский – это лицо нашего города, потому что через проспект Московский въезжают практически не только жители, но и въезжают наши гости. Мы понимаем, что дорога в довольно кручающем состоянии, с учетом опыта, который есть в других регионах. Мы должны четко понимать, сколько стоимость одного квадратного метра, кто непосредственно будет участвовать в процедуре конкурса, потому что нужно четко понимать, что компания имеет потенциал, имеет опыт и, самое главное, будет выполнять гарантийные обязательства. И со стороны непосредственно наших властей это контрольные функции. Кроме ремонта дорог, люди интересовались повышением качества медицинского обслуживания, сроками строительства детского сада в микрорайоне Орловский и мерами по поддержке малого бизнеса и сельского хозяйства. До 19 апреля кандидаты планируют еще провести встречи в Дядьково и Климово. А в воскресенье каждый житель Брянской области сможет сделать свой выбор. Екатерина Зойдина, Александр Егоров. События. Брянск.